Ребята, всем привет! С вами Криптоклаб. Сегодня мы посмотрим интересный проект под названием МОЗА. В шапке сразу у них написано, что вы можете контролировать трафик к вашему магазину или к вашему любому местопроведению чего-то. А МОЗА может. Они прямо так и заявляют. Интересные, амбициозные заявления. У них есть на то основания. Давайте переведем все-таки на русский язык, чтобы получше ориентироваться. Уже 38 тысяч магазинов хотят использовать токены МОЗА для своих магазинов. Это впечатляющая уже цифра, а естественно она будет только увеличиваться. Более тысячи человек уже сделали, я так понимаю, обзоры. Говорят, что МОЗА уже торгуются на CoinRail. Регистрация в CrowdSale началась 23 июля. Я так понимаю, это уже 616 миллионов токенов из 700 на данной стадии уже продано. Продать они хотят гораздо больше токенов. Посмотрим это позже. Вот здесь можно нажать на ссылку, купить токены здесь. Посмотреть, как купить. На различных языках здесь сразу представлены обзоры. В основном английский, но есть и русский. Посмотреть еще здесь можно. Документы представлены, конечно, на White Paper. И другие документы. Они здесь все пишут про пешеходное движение в торговых центрах. В общем, они будут увеличивать трафик магазинов. Будут увеличивать количество покупок. Стараться дальше посмотрим за счет чего. Вот здесь у них про рынок вообще, про перспективы. Они здесь свои рассказывают. Сколько сейчас уже есть желающих. И прогноз на три года, что 300 тысяч магазинов они подключат. Здесь, конечно, рынок этот огромный. Рынок продаж. Азиатско-тихоокеанский рынок оценивается в 60 миллиардов долларов США. И 6600 торговых центров. Представляете, сколько там магазинов различных. Плюс проекта в том, что ему без разницы, какой магазин, что он продает. Они с любым магазином готовы сотрудничать. И любому магазину они принесут пользу и выгоду. Поэтому такие цифры огромные. Здесь также про это все написано. Увеличиваем посещаемость на 20%. И вот в сумме это вот такие цифры, просто бешеные. Все в миллиардах долларов США измеряются, конечно же, для всех проектов, для всех магазинов. И вот почему, собственно, ответ на вопрос, почему именно магазины хотят использовать МОЗа. Здесь, собственно, оказывается все просто. Это вот три момента таких награды за посещение. То, что мы можем получить токены МОЗа за то, что посетили магазин или торговый центр. Вот если владельцы магазина установили какую-то определенную сумму токенов МОЗа, то мы, посещая этот магазин или торговый центр, мы получим эту сумму. Также есть награда за открытие, переводчик так перевел. То есть, любой продукт, в принципе, владельцы магазина могут установить на него акцию, что именно за покупку этого продукта вы получите токены МОЗа, либо за еще что-то. И вознаграждение за покупку, да, в принципе, вот. Также можно получить МОЗа за покупку в любом из магазинов, подключенных к этой платформе. А я так понимаю, платить будет уже сама платформа. Ну, естественно, токены можно уже продать, можно на бирже, да, либо купить. Вот здесь как работает, в принципе, экосистема, здесь все вращается, ну, в общем, круговорот такой в природе, да, все от пользователей к организациям через биржу и все продается, покупается. Вот так вот. Это был первый обзор. Если заинтересовались проектом, переходите на сайт, вот, mozacoin.io, да, смотрите, знакомьтесь с сайтом, знакомьтесь с идеей, регистрируйтесь в вайт-листе, да, и покупайте токены, если вас это заинтересовало. В следующих обзорах посмотрим, ну, посмотрим экономику токена, да, что там дальше. Посмотрим вайт-пэпер, наверное, дорожную карту, и еще поглубже познакомимся с проектом, как он будет, как он планирует реализовывать свои идеи. Спасибо, ребята, за просмотр, оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, всем добра.